Субтитры делал DimaTorzok Нет, тебя сколько за проезд сняли, ты говоришь должно было Я тебе говорю 37 рублей по тройке поезд По факту сколько с тебя сняли, сколько у тебя денег было там? Постоянно, когда блин, на этот, как его, на метро сажусь, я 100 рублей даю и говорю жесть Мне на 100 рублей на 2 проезда, грубо говоря, да, я кругляюсь, да Вот как раз у меня 2 проезда должны были остаться На МЦК я сел, оплатил, на обратку еду, короче, жесть Нету у меня, надо обещать, типа денег нету, жесть Пошел еще на кассу 100 рублей, на 2 проезда Братаны, все четко, все красиво, заценил, оценил, одобряю Ты мне напоминаешь моего племянника Когда бы не посмотри, дома не бываете вы То в Махачкале, то там, то там Племяннику тоже, когда бы не позвонить, он или катается, он или в Махачкале, он или у друга, он или в кафе, он или там где-то, или он там где-то Вообще жесть такие, разгильдяи, короче, вова Мои на айфоне 13 мегапикселей как снимают И вот у неместного 48 мегапикселей Ты смотри, с каким азартом, азартом, с каким он пишет Холодное оружие, это специально, которое вот изготавливают, допустим, нож, да Вот когда нож, он должен быть как бы острее, там у него должно быть, вот как финка Это целенаправленно, вот ты, например, вкалываешь его Кровотеки должны, чтобы кровь, вот с этих кровотеков Было место, чтобы кровь могла выбрызнуть, выплеснуться Это такие, потом гарда должна быть Когда ты суешь ему, там, ты в кост можешь попасть Твоя рука может соскользнуть по лезвию, тебя поранить Чтоб этого не было, чтоб силовой упор, нагрузка была гарда Это специально делают на оружиях, которые их придумывают Вот там дизайн, вот это все, короче, чтоб человека убить Вот оно является холодником А любой нож, который может резать, его же под холодную невозможно классифицировать Потому что, вот как я говорил, человека задушить можно Руки же сейчас не назовешь холодным оружием Или там человеческим оружием Можно ниткой задушить его тоже там, да Поэтому вот специально, которое разрабатывается, изготавливается Изделие для убийства Это есть холодное оружие Это копье, это боевые топоры Специально вот классификация идет так, короче Нет, у меня нету сувенирных же ножей У меня все ножи, у меня просто они не холодники Но у меня опаснее, допустим, чем холодное оружие Насчет то, что повреждений можно нанести, у меня не меньше Просто, допустим, гарда разрешена на ноже, допустим, 1 см Это гарда холодного оружия А если я с гардой нож покупаю, производители, чтобы можно было его и не как холодняк использовать Они гарду делают 9 мм 1 мм меньше делают И уже он сразу перестает называться холодником У меня, брат, все боевые ножи просто к холодным не относятся Например, у меня финки нету Финка к холоднику отнесется У меня финки нету Но человека убить с любым из этих ножом, топором не говоря Можно абсолютно Ну, крепкие, например, тактические у меня ножи есть Вот этот карбоном, вот этот фикс-с Один из самых Не, он номер один считается из тактического Вот этот ножик, да, например, да, тебе И в бетонную у тебя комнату просто замуровать полностью Ты с этим ножом в этой бетонной метровой стены Ты с этим ножом себе дырку сделаешь и вылезешь, прикинь Ручка карбоновая, карбоном Когда ты этот поломаешь Там, я не знаю, толстая такая ось из стали Чем тупее будет становиться, вот как зубила же, эс она А взять тебе кухонный ножик, да? Ты же в метровой стене, ты всю жизнь там будешь Вот так, как, я не знаю, дырку, когда ты сделаешь А тем тактическими ножами, но не холодники Они, потому что гарды ничего нету Ты можешь во всю силу в жизнь бить в эту стену Бить, бить Там физически у человека сил не будет такой, чтобы Это такой клинок же есть поломать Просто ножи у меня, как вот, например, в телефонах Грубо говоря, даже не айфон Плюс-минус, да, у меня там, грубо говоря, верт уже есть Среди телефонов, если сравнивать, да У меня же ножи премиум линейка, там, полу-лимитки у меня есть По жизненной гарантии Есть вот верту по жизненной гарантии Вот такие разные моменты Есть и айфончики, как бы, по статусу есть И такие верту А сувенирные, это вот кизлярские, на подарок берут Там, ну, красоты я не вижу Уже когда привыкаешь Вот сейчас дай тебе, например, как сувенир Ты его не оценишь, скажи, братан Не обижайся, но извини, короче Ну, извиниться придётся Не-не, с бетоном не перегну Вот это, короче Я тебе сейчас фотку скинул Это самый номер один тактический нож Тебя в железный колодец Железо, бетон, вообще ноль Разницы нету Это сталь, инструментальная сталь Она не то, что... Она бетон же есть, вообще не почувствует Тебя в железную, вот это, в вагон Железо туда мазут, тебя закинут Ты там выберешься с этим ножом Он один, плюс-минус, один из номер один Является тактическим Это тактический нож, чтоб ты знал Это нож выживальщика Имеется ввиду, тебя в бетонную яму зальют В железную, вообще без разницы Ты с ним и резать сможешь И ломать сможешь И крушить сможешь Использовать как молоток, как топор, как кувалду Тактический нож, брат, это нож выживальщика Ну, примерно, да Вот любые, да, там, премиум сталь на ножи Даже когда ты смотришь Там практически все порошковые стали уже Просто модификации бывают С-30, там, С-32, С-30Т Ну, в среднем, любой порошок, они премиум линейкой идут Потом инструментальные сталь хорошие, углеродка хорошая Там модификаций много А так, порошки, вот, ну, у меня 30-ка есть порошок С-110-ка порошок есть М-390, это одна из безбашенных просто стали У меня на тактическом этом бенч-медиа есть, она Вот эта инструментальная S3V Елмаксы, там, у меня нету, наверное, у меня на всех ножах У меня или ручная работа ножей, или заводская, ну, премиум, короче Ну, я когда даже беру, я такая, что премиальная была Из таких вариантов Было время, правда, когда кизлярские вот эти ножевые магазины Вот в Махачкале, где ЦУМ, что ли, охота тоже была Вот я заходил, я от этих кизлярских ножей, знаешь, я там плавился, жесть Блин, как я с них балдел А потом, когда опыт появился, я уже в сталях разбираться начал Я на неё смотрю, я уже по стали вижу, это какая-то чанда, жесть Уже вообще другой уровень, короче Хорош заливать, да, тоже, ну Взрослый человек, лапшу вешаешь нам тут Бетон А этот нож у тебя на металле, на бетоне, он затупится у тебя Что-то, что-то, металл его Шляпанамбар это, ну Этим ножем мясо можно разделать, больше нихера там чё-нибудь В костях застрянет у тебя, всё, ну Салам алейкум, короче, домой Вот у вас во втором доме, я помню, постоянно бегал Вот эта охота, жесть, у вас же был подвальный этот охота Я же не помню, там женщина вроде этот продавала Но она никогда нас не выгоняла Видимо, ей тоже скучно бывало Даже мы говорили, ну просто посмотреть можно, да Она говорит, конечно, конечно Просто из-за, когда свободное время и скучно Мы туда бегали с таким кайфом Там закрытая обед Мы прямо там ждали, жесть, пока она придёт У этой даже там простые вещи даже интересно было Вот так часами там зависали Ты просто в Ютуб зайди Тесты посмотри за этот нож Вот скажу, ты вот в бетоне Просто в тесты зайди Вот этого, который я тебе говорил, нож Ты сам охренеешь Крутой стали, как таковой Она же, Авдулла, её же вот так нельзя сказать Вот это или это или это Дамасская сталь Например, вот что я тебе скажу Дамасская сталь Это декоративная сталь Она ржавучая Хотя если делают сейчас вроде Ну, дамасская сталь Она не лучше, чем вот я, который тебе говорю Порошковая сталь Она, например, в основном везде Востребована порошковая сталь Потом углеродка Это стали Вот я, например, у меня все же углеродки Я её вот сейчас в солёную воду В холодную воду В болоте Вот я её кину Через 100 лет Ты находишь мой ножик Ты его берёшь Просто на лёд протираешь И, аль-хамду-ли-ля Как лезвием пользуешься ты с этим А дамасская сталь Она заржавеет Сейчас хотя есть технологии Которые её более-менее делают А так углеродка Порошок Они инструменталка Это практичные Такие не убивайте Жесть А японская сталь Она, знаешь Она по классу какая идёт Короче, её делают Из тысячи слоёв Там даже какой-то рекорд был Я не помню 12 тысяч слоёв Жесть, стали, нож Но они больше идут Нарезавшие устройства Из японской стали Делают тонкие ножи Больше кухонные ножи Чтоб нож был тонкий И резал долго Жесть А если тебе такой Какой-нибудь нужен Натуре, блин Мужской ножик, да Там Порошки Инструменталки, да В основном они С этим ножом Можно кельку открыть И доски, короче, порезать У меня этот Дома кухонный нож есть Он то же самое делает, брат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok